Приветствую всех любителей путешествовать на канале Лерушка-путешественница. Этот ролик продолжение большого обзора Большой Ялты. Поэтому переходите по ссылке, если не смотрели первую часть. В этом ролике отправимся по западной части Большой Ялты, от Курпат до Фороса. Что это? Что это? Что это? Ой, а что это? Кто вы такая? Как кто? Я талант, самородок, изобретательница и путешественница. Ой, а что это? Ой, а что это? Курпаты Тут необычной формы санаторий Круглый и во все стороны получается вид на море Обветшалый Но от этого не потерявший своей оригинальности Другое дело пляж С которым вы столкнетесь в Курпатах Под названием Золотой пляж Тут бетонные плиты и торчащие штыри Еще более частые, чем отдыхающие По крайней мере в апреле На берегу предприимчивые люди построили баню Я этого удовольствия, честно говоря, не понимаю Большая часть пляжа усыпана бетонными монстрами Живописно для фильма про катастрофу Справа пляжа, как всегда, колючая проволока Слева, если как следует собраться с силами И броситься на поиски удобного пляжа Набережная, по которой, видимо, можно добраться до Орианды Удачи! Мы не стали пытать счастья Зато море чистое, прозрачное И спуск для машины подходит близко к пляжу Жаль, что никто не чинит ступеньки для спуска к нему Дальше Каспра Место, наверное, самое красивое Главное, это открытка всего Крыма Уютный маленький замок Насточкино-Гнездо Увы, чтобы подобраться к нему поближе Нужно продираться сквозь ограждения, проволоки Полуразрушенные лестницы и ограды Вообще, осмотр каждой достопримечательности в Крыму можно приравнить к подвигу К каждой из них дорога не простая, неухоженная, не туристическая, что ли Даже вот в таком откровенно красивом месте, как Ласточкино-Гнездо А еще в Гаспре творцы различных представителей семьи Романовых То есть царских кровей Кичкине, который вообще оказался на какой-то территории военной части Туда невозможно попасть И Харакс, который превратили в санаторий Днепр Там же можно полюбоваться на руины древней римской крепости Харакс А еще в Гаспре Юсубовский дворец И совсем рядом, уже в Мисхоре, дворец Дюльбер В общем, дворцов тут много А чего в Гаспре нет, так это открытого спуска к морю Есть спуск пешком Скучно показывать всю дорогу, начиная с автобусной остановки до моря Поверьте, это настоящее мучение Подниматься по этой дорожке Если вы в Крыму, чтобы развить мышцы ног, отличный вариант Если нет, скорее всего, вы не захотите уходить с пляжа И будете спать прямо на берегу Настолько тяжел этот подъем вверх Следующий спуск на машине мы нашли только в Мисхоре Правда, пляж оказался очень уж грязный, неухоженный И, как водится, совсем-совсем небольшим Опять, с одной стороны колючая проволока И с другой тоже ограждение Открытая часть, кроме небольшой береговой полосы С разломанными то тут, то там ступеньками Включает в себя скульптурную композицию Больше ста лет назад скульптор Адамсон Подарил Севастополю памятник затопленным кораблям А для Мисхора проиллюстрировал Очень грустную татарскую историю Про красивую девушку Арзы Она давным-давно жила здесь в Мисхоре Набирала воду в своем любимом источнике Злой работорговец Али Баба украл ее Увез в Турцию и продал в рабство Сцену похищения и можно увидеть на берегу Девушка не смогла жить в рабстве далеко от своих родных мест Она бросилась с башни в Стамбуле прямо в воду Когда это случилось, ее любимый источник воды пропал И вот теперь по легенде раз в год она в виде русалки появляется на берегу Чтобы полюбоваться на свой любимый край И источник этот в этот день оживает К тому моменту в Стамбуле у нее уже был ребенок И прыгнула она вместе с ним Так вот напротив в море на камне изображена скульптура русалки с ребенком Они любуются на берег Если посмотреть, то ноги девушки заканчиваются плавниками, а не ступнями Ужасно грустно купаться в таком месте Кстати, в Мисхоре есть также Мисхорский парк со свободным входом Он начинается прямо недалеко от скульптуры Орзы с работорговцем Али Бабой Обязательно тут погуляйте Флуара в Крыму очень разнообразная Завезенная и высаженная здесь с любовью Сразу в нескольких очень интересных больших разнообразных парках Мне кажется, самый красивый такой парк Воронцовский Он разбит около дворца Построенного в стиле средневекового замка с мавританскими элементами Вся эта красота находится в городе Алубка Куда бы вы не поехали в Крым Воронцовский парк и дворец Достопримечательность для посещения номер один Даже важнее, чем ласточкино гнездо В парке невероятно красивый пруд с зелеными камнями Парковые зоны контрастные Солнечная поляна, малый хаос Холодное, дикое место с нагромождением первобытных каменных глыб Невероятные ботанические находки Семляничник с цветом ствола Будь то выкрашенным яркой краской Чилийской араукарией И еще многими, многими, многими другими В общем, если поедете, не пожалеете А если остановитесь в Алубке То в этот парк не зазорно ходить и каждый день две недели подряд Серьезно Но мы отвлеклись Спускаемся к пляжу Тут есть городской пляж Мы его проигнорируем Так как к нему опять придется спускаться сверху Как с Ливодийского дворца или в Гаспре Один раз спуститесь и потом еще пять раз подумаете Пришли чем еще раз на море пойти А на машине реально попасть к пляжу Лазурный берег К нему есть спуск Пляж длинный, но не очень ухоженный Сама набережная более-менее симпатичная Не без ржавого крымского стиля а-ля заброшенки Но пляжей совсем немного Какой-то бетонный хаос Честно говоря, обидно за Воронцова Если бы он все это увидел То мой не поверил бы своим глазам Он построил свой дворец почти 200 лет назад И вообще, сил для этого края так много Что все это до сих пор является основой крымского стиля Убранства, дорог наконец А тут вот это все строили всего 50 лет назад И вот второй пляж считается лучшим в Алубке Доступ к нему, прямо скажем, не очень прост Придется пройти, но в основном по горизонтали Зато находится он в бухточке Там, видимо, шторма не бывает Ну, пляж Я тут, кстати, открыла пляжный сезон Наконец-то покупалась Кто виноват в этом запустении? Как это произошло? Как это вообще восстановить теперь? Такие вопросы, наверное, больше чем через раз встречаются в Крыму И, наверное, уже появились у вас Но больше всего возникают они в Симиизе Это вообще место невероятно красивое Тут горы начинают пододвигаться ближе к берегу Кроме того, мы тут встречаем первого горного гиганта животного В Крыму почему-то намного известнее медведь-гора Аютак А вот гора Кошка, которая тоже опустилась попить из Черного моря Не такая известная Но и зря Мало того, что она красивая На ее вершине еще и располагаются невероятные исторические находки Мы о них поговорим в отдельном ролике Когда будем обсуждать историю Крыма Тут же и древняя греческая крепость От которой остались одни крепостные стены и основания построек В самом Симиизе красивый городской парк Небольшой променад с белыми скульптурами 20 века в греческом стиле И куча, куча, куча запрошенных невероятно красивых дач Благодаря одному предприимчивому человеку Сергею Ивановичу Мальцову Симииз в 19 веке стал очень популярным курортом Дач тут много И самые красивые и известные в плачевном состоянии Это Вилла Ксения и Вилла Мечта Невероятно красивые дачки Об этом в ролике об истории Крыма Но просто хочу сказать Симииз очень интересное и колоритное место Тут правда красиво Ну а если говорить о пляжах Тут несколько диких пляжей Есть пляж у горы Дива К Диве можно спуститься прямо от городского парка Тут пляж маленький, укромный Когда много людей неуютно Зато море чистое и очень живописно Любоваться на осколки скал Есть пляж Вашмак или Нарышкинские камни Само место, где можно разместиться на пляже Небольшое Ограничено опять-таки Железобетонными ограждениями Недалеко в море Впадает сомнительная речушка Ну а дальше места, которые пляжем и назвать трудно По этим камням только ноги ломать В Крыму в начале 20 века случилось страшное землетрясение Может эти нагромождения его заслуга Но они хотя бы выглядят более эстетично, чем ржавые постройки Которые доминировали до этого в нашем обзоре Оценить высоко пляж Вашмак, на котором мы побывали, увы, я не могу Зато совсем близко отдыхают бакланы Интересные морские птички, которые умеют здорово нырять с высоты, охотят за рыбой За ними очень интересно наблюдать Еще говорят, тут часто можно увидеть дельфинов Мы не увидели, к сожалению В общем, может просто тут ремонтируют главный пляж Пионер? Но среди всех городков, где мы побывали Пляжи в Семеизе оказались самыми неприглядными Страшными, маленькими, сложно доступными Погуляв по Семеизу по невероятно живописной дорожке Прямо под горой Кошкой Приезжаем мимо аквапарка в поселке Голубой залив Примечателен он тем, что в нем используется морская вода В следующем поселке Коцевели Природа наконец побеждает железобетонные постройки Так что хочется рисовать С другой стороны пляж тут совсем крошка Вот шашлык пожарить для одной семьи Везде камни, зайти в воду тяжело Но к этому пляжу еще нужно добраться Пляж перед ним настоящий ужас Тут все стандарты южнобережного запустения Бетон, железяки, грязь Дикое место Лучше даже ютиться на втором пляже Чем пытаться пробраться по ржавым сломанным ступенькам к этому С другой стороны второй пляж совсем крошка В Коцевели выращивают устриц И тут же устроили ресторан, где их можно есть Только стоят они от 230 до 290 рублей За штуку Даже в Ялте Танузлавские устрицы Выращенные как нужно Между соленой и пресной водой Стоят дешевле Даже в Гурзуфе Удалось поесть Тыка за 100 рублей Ну, я как обычно съела парочку И отправилась дальше Впереди самые дикие места Понизовка и Парковая Отличные места С хорошими каменистыми пляжами Тихие Сервиса тут не ждите Но в Крыму его и не умеют оказывать А пляжи и виды на горы потрясающие По пути и в самих этих поселках Много недостроек и поброшенок Выглядит они страшновато Гулять тут негде И выбраться отсюда не будет просто Но если вы только на море Очень неплохие варианты Парковая Вообще именно то, что нужно Ялте Людей тут немного А пляж длиннющий В некоторых местах Выглядит очень аккуратно Если ехать от Паркового В сторону Севастополя Тут часть пляжей Забытых и разрушенных Захватили дикари Они прямо на берегу расставляют палатки И там живут Такой вот отдых А вот между Панизовкой и Парковым Сумасшедшая звезда Крыма Мрия Невероятный огромный санаторий Со звездными ценами Тут не то что сравнивать с Испанией Тут даже отдых на Мальдивах Мрия переплюнет легко По крайней мере Мы отдыхали в разы дешевле на Бали Чем предлагает Мрия В Крыму А еще на его территории Открыт парк аттракционов Римвуд Тут и аттракционы И разные лазилки В общем есть чем заняться Вход для посетителей платный Это естественно Западнее Паркового Кастрополь Тут можно на машине Практически прямо приехать на пляж И пляж в этом же стиле заброшенок Но даже домики у пляжа есть деревянные И вот еще эта странная крымская штука Тут любят или любили Выстроить высотки посередине разрухи И неустроенности Вот стоит такая претензия посередине пустыни Я понимаю ее как хочешь Но уж если дом такой выстроили Хотя бы набережную облагородьте В общем в Кастрополе и пляж неплохой И бетона не так много Но тоже хватает ремонтировать И восстанавливать тут еще много что нужно Ну а как и Парковое Для отдыха на море отличное место Пролетаем в поселок Олива С закрытыми глазами Тут выстроили какой-то огромный забор С камерами через каждые пять метров Даже ехать страшно Не то что снимать Мы отчаянно пытались тут спуститься к морю С разных сторон Бесполезно Огромные ворота Единственное Тут пулеметов только не хватает Так теперь отдыхают Важные люди в нашей стране Я это уже понимаю Поэтому Спокойно добираюсь До таинственной Крайней западной точки Южного берега Крыма Форос Как семиис Форос своим Особенным положением Обязан всего лишь Одному человеку Чайному магнату Александру Григорьевичу Кузнецову Который Со своими Наследниками Смог сделать из Фороса Фешенебельный Курорт С кегельбанами Казино И подромом Еще в конце 19 века Сейчас конечно Всего этого нет Пусть на меня Не обидятся Форосцы Которые считают Форос Элитным курортом Но Потребало время И это место Так же Как и все остальные Курорты Крыма В центре поселка Парк И очень Неплохая Спортивная площадка До моря Спускаться тоже Приключение Серьезное Говорят В имении Кузнецова Которое сейчас Называется Санаторием Форос Красивый парк Я осмотреть Не смогла Его Рассмотрела Прибрежные Отельчики Многие Вполне Забавные Но опять Две проблемы Вертикальный Подъем И спуск К пляжу И заброшенная Пляжная зона Очень ей Не хватает Аккуратности Спасает Сама природа И море Тут очень Чистое Кстати Это не только Самая Западная часть Большой Ялты Это еще и Самое южное Место жительства На всем Крыму Климат В Форосе Отличается От всей Большой Ялты Он тут Субтропический В среднем Тут теплее Чем в Ялте Но не бывает Так жарко В поселке Шесть улиц Поэтому не ждите Много городских Развлечений Но есть Пара Очень важных Достопримечательностей Они Не в самом Форосе А на высоком Высоком Пайдарском Переваре Тут есть Пайдарские ворота Построенные В честь окончания Строительства Дороги Ялта Севастополь И Фороссская церковь Построенная Как раз Тем самым Кузнецовым В честь того Что посещавший Крым Александр Третий Выжил Со всей семьей В железнодорожной Катастрофе Еще Тут есть Древние Древние Камни Которые Устанавливали Тут Еще Тавры Вообще Честно говоря Начиная От Коцевели Пейзажи Становятся Особенно Выразительными Но тут В Форосе Они Наиболее Хороши Из Фороса Интересно И удобно Ходить В разные Походы В горы Каньон Узунджа Есть Древняя Римская тропа В общем-то Совсем Рядом Севастополь Махчисарай И все их Прелести Например Лавандовые Поля На эту Точно Уж Стоит Посмотреть Фух Кажется Смогли мы с вами Пробежаться Бегом По Большой Ялте Хотя нет Осталась еще одна часть Восточная Теперь Придется нам Вернуться обратно В Ялту И Отправиться В другом направлении Ну Это уже В следующем ролике А пока Не забудьте Подписаться Не забудьте Нажать Колокольчик Чтобы не пропустить Мое следующее Видео Не забудьте Написать Комментарии И обязательно Поставьте лайк Спасибо До встречи